Дверь открыта по подъемке. Ничего страшного? Заходите, мой дорогой. Благодарю вас. Я очень рада встрече с вами. Лен. Леночка. Елена прекрасная. Все. Ну вот. Я нашла, епты. Ваш чехол. Лен. Лен. Все не так плохо. Это вы! Лен. Короче, я просто была с Леной Хроминой в эфире сейчас. Приехали люди забрать Ленин шедевр. Она паре чудесно нарисовала картину. И я была вынуждена звонить Лене в Сингапур и искать. И даже нашла свою картину. Лен, сейчас, где она у меня, дочь моя? Отмена. Нет, я вам не отдам. Я вам не отдам. Я должна, я хочу сама посмотреть. Давайте открою. Я сейчас открою. Все, давайте вы открываете. Смотрите. Что там? Я вся в золоте, как бы, чтобы вы понимали. Все мои вещи. Чемоданы, ноги. Все у меня в золоте в Ленином. С картин вот с этих вот, понимаете, да? Ну что, показываете. И вот. Это она вам делала? Какая музыка у вас на дозоне. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Видите? Вот. Ой, какая красота. Где там и? Богдан и Юлия. Смотрите, как красиво Лен нарисовала. хромина у нас вот вы рады очень серьезно лента молодец лента где лен лена в эфире я не могу найти лена мам мам ты знаешь что мы сейчас сейчас искали вот это все она тебя не смущает что вся в золоте стою как бы с ног до головы нет ты на меня посмотри на мои ноги руки вот на мама за что лена к самопатой тоже нарисовал я случайно как красивый получили нет посмотри мам лена кастут мою квартиру нарисовала а меня а я случайно сейчас увидел этот сюрприз раньше времени лена я твою картину наш садись сюда вот очень довольна так сказать твоим шедевром мы тебя подключим не уходи вот лена здравствуйте кофе как долго как долго извините меня пожалуйста я просто спасибо большое все на месте ура я так счастлива я просыпала все твое золото лента слави на меня как бы на мои руки вот и еще случайно нашла свой портрет здесь завалялся вот супруг тоже очень вам понравился чехол очень замечательно вы будете вы будете носить его естественно можно только пропустить подарки что так долго я я немножечко загуляла просто в другой стране 8 марта отличный подарок к 8 марта лена подожди а где мой портрет я хочу все он там сначала я вынесла другой а ты знаешь что мы другое вынесли и отдали все твои картины и отдали все твои картины но конечно ты приукрасила меня немножко это знаешь когда я рисовала сразу после проекта мы тогда еще не общались Пакет порвала, Ленин, да. Паша, ты мне так помогла, ты просто не представляешь. Я даже не знаю, как бы я тебе это передала. Слушай, у меня тут уже, знаешь что, у меня тут творческий процесс, вообще, я не представляю. Сейчас я тебе покажу. Смотри, мы вчера съездили, купили рак, пол, и еще два вот таких вот огромных холста, поэтому я здесь буду писать картины. Здесь вообще такая атмосфера, здесь все красиво. Я с вами уже выезжала и написала картину, но я пока ее не буду показывать, вот так вот, издалека окрашком. Вот так вот, ой, она там лежит. Леша, ты вернешься? Я не знаю. Я решила поменять билеты, но я потом тебе напишу. Серьезно? Поменять решила, да? Да, я останусь побольше, чем планировали. Хорошо там, да? Ну, просто здесь так круто, Маш, я не могу отсюда уехать. Ты понимаешь, еще эти холсты, их нужно все зарисовать. Мама говорит, Лен, может, мы так благотвориться на концерт, устроим, приедем, мама обрадовалась. Здесь? Да. У нас есть одна свободная комната. Если даже все подписчики нам будут скидывать пару рублей, нам все равно не хватит денег. Мы приедем здесь, проведем, да? Да, да. Леночка у нас в Сингапуре, она немножко поехала перезагрузиться, отдохнуть, подзагореть. Я сейчас уже не в Сингапуре, я вернулась, я в Таиланде. Лен, я все золото твое рассыпала, ничего страшного, нахрен. Вон, Маш, тебе можно. Ты на меня быстро, мам, что-то расстроена. Я в таком станете еще, смотри, вот, нет, вот сюда. О, смотри, какой у нас чемодан стал красивый, Лен. Да, Маш, вижу. Смотри, как все красиво у нас, все полы теперь лежат. Очень красиво. Очень красиво. Маш, с тобой в золото. Ты, Маш, в блестке. Маш, а куда ты? Я случайно порвала пакет и просыпала все блестки себе на голову. Маш, как красиво, как красиво, как красиво. Как мне его. Маш, ты похудела, ты заметила? Кто похудела? Маш, как, но похудела. Да, я, кстати, похудела. Мама очень расстроена. Нет, нет. Мама, что тебя смущает, скажи честно. Меня смущает, что мы тебе. Лен, свали на пол, быстро. Видно, нет пол. Смотри. Маш, это очень сложно убирать. Никуда не разносите, вы лучше в один пакет соедините и все. Ой, я не знаю, что. Маша, принеси мне... Мама! Принеси мне один большой пакет. Давай. Мам, Оль, посмотри. Лен, у меня все лицо блестит. Боже ты, Оль. Лен, посмотри. Маша, а я смотри. Ой, Лен, какие веселые. Лен, что тут ноги все купали. Слышишь, они пришли, короче, говорит, наш чехол. Мы его так долго ждем. Я говорю, а почему мы у Лены заказали чехол? Мы, говорит, очень давно хотим. Представляешь, они приехали, стояли, боялись, что я очень известная персона, звезда в Сия-Руси. Они стояли на машине, два часа смотрели мою херню, прямой эфир утром, как я живу в бутербродах. Серьезно? Клянусь. Они смотрели, как я ем бутерброды бедные. А в итоге они, короче, перепутали улицу и приехали вместо моей улицы какой-то убили в Новосибирске. Лен, чем это убирать? Я рада, что ты отдала, Маш, ты мне очень сильно помогла, правда. Я потому что отсюда бы никак его не отправила. Ты мне очень сильно помогла, Маш. Прости, Леночке, задай вопрос. Лен, скажи, пожалуйста, здравствуй, чем убрать? Как это убирается? Тряпочкой или чем? Мам, вот с лица как убрать, посмотри. Это не уберешь. Это не уберешь. Это ты как бы она на тебя так бросила, она на картину. Да. А с полу, Лен, чем с полу? Как это убрать? Ацетоном. Как ацетоном? Ацетоном? Нет, никак. Я не понимаю. Да никак, говорит. Лен, подожди, а с лицом как-то делается? А, пылесос какой-то. У нас нет пылесоса. Есть, есть. У меня еще не... Оставьте, я уберу, но я не знаю, когда я вернусь. Лен, ты же обещала вернуться 17 марта. Маша, обстоятельства. Ты знаешь, тут со мной познакомился один хороший парень. А, ну все понятно. Ну все понятно. Лена, это не реальность. Я не могу уехать, понимаешь? Вдруг судьба, а я в галоши. Нужно немножечко сбежаться. Как я живу, вот это вот, что это вообще все? Ну ладно. Маша, я золотая, Оль. А она, ты теперь золотая, Маша, как она. У меня теперь ценник поднимается. Да. Угу. Скажу, что меня осыпала золотом, где сама Елена Хромина. Поэтому, собственно говоря... Да. Да. Ой. Ну, слушай, мне очень понравился чехол. Как переставшая. Нет, я уже тоже закажу, походу, где вот такой чехол. Маша, я сейчас вообще их не рисую. Я сейчас не рисую их. Это вот этот чехол, который я отдала, это был последний, который я рисовала. Ого, как людям так унесло. Но тебе, конечно же, я нарисую. Тебе нарисую. Дорогие друзья, это вот... Это из влечения, ты моя подруга, тебе нарисую. Вот эти блестки, я теперь буду с ними ходить. Это хайлайтер, Маша. Это вот Елена Хромина изобрела новый хайлайтер. Она вот на картине, в творительном очереди, вот это высыпала. А теперь я буду вот так... Можно раздымать везде, даже на полу. Елена, а можно это выкинуть? Вот смотри, я не знаю, что... Можно? Да, выкидывайся. Можно. Вот это выкидывайся, это пакет, да. Можно? Мамуль, ты что, от Елены Хроминой пакет выкидываешь? Я не буду удержать. Маш, непорядок, я не понимаю. Такое отношение к моему пакету. Я его подпишу. Лена прям как ребенок лет во сне. Лена очень красивая. Лена, у тебя, кстати, косички даже не растрепались нисколько. Маш, мне так с ними удобно, ты не представляешь. Очень удобно. А кто? Здесь такая жара, волосы не бьются, очень удобно. Даже, Леночка, а кто тебе устроил косички? Кто тебе косички устроил? Расскажи-ка нам. Вот поделись. А устроила мне косички Мария! Кахонок! Внимание! Вот она. Я пишу ночью, Маша, наверное, часа в три ночи, говорю, Маша, мне нужны косички. И буквально за полчаса Маша мне устроила косички, поэтому вот так вот я красусь, красею. Нет, Маша мне очень помогла, правда. Она вот помогла передать мне заказ и обсыпала весь свой дом блёстками. Я не знаю, Маша, я тебе очень благодарна, ты не представляешь, как добрая душа не купилела свой дом, свои щёки, испасочкать блёстки ради билетных волос. Слушай, они реально не открываются, Лен, это не шутка. Маш, ну, будешь блестеть. Да, буду теперь блестеть. У меня, кстати, завтра школьный концерт, ты знаешь, Лен? Правда, 8 марта? С Гриценко? Да, в 9 вечера. Вот, классно, с бывшим. Да, с бывшим. Как погода, скажи мне, ты купаешься, Ленок? Конечно, здесь очень красиво, здесь отличная погода. Вы знаете, вот я съездила в Сингапур, и я очень хочу переехать в Сингапур, потому что там каждый шестой человек, который проживает там, миллионер, миллиардер долларовый. А как это, Лен? Подождите, а вам же не давали видеть? А как туда переехать? В общем, Маш, я все узнала, переехать туда невозможно. Но можно приезжать туда транзитом. В общем, как я проехала? Визу мне не дали, отказали. Мы меня нарядили в какую-то паранжу, когда мы ходили на контроль. Вообще, у меня руки закрыты, ноги закрыты, меня еле пропустили, ты не представляешь. И я приехала в этот Сингапур, приезжаешь, Маш, я не знаю. Ты была в Сингапуре? Да. Ну, ты понимаешь, что там вот такие вот высотки, там очень красиво. Слушай, я была, на самом деле, очень давно, лет, наверное, десять назад, и так, ничего не помню уже практически. Значит, Леночка. Давай. Значит, паранжу надеваю уже завтра, после концерта. Я тебя высылаю, Леночка, а вы ищете миллионера. Ищете Машу миллионера. Ну, мы не можем найти миллионера, там миллиардеры. Миллиардеры. А-а-а-а! Ну, Маша, пускай будет миллиардер. Зачем нам миллионер? Правда. Маш, бери выше, ты сладана в моих блестках, так что теперь мы можем миллиардера дать. Лен, как же ты прошла контроль и не поняла? Я еле-еле прошла контроль, но мы проходили транзитом. То есть я сказала, что я еду в другую страну, в Камбоджу, и как бы перелетом через Сингапур. И вот мы там остановились в самом таком отеле, который является достопримечательностью. Он называется Мария Байсенса. Это такое три высотки огромных, и на них такой самый огромный в мире, в мире, понимаешь, бассейн без бортиков. Я видела самый большой в мире аэропорт. Я съездила, посмотрела в чудо света. Маш, я такая счастливая, ты просто не представляешь. У меня вот... А сколько там были? По одному дню в каждой стране. Мне просто пишут и говорят, Лена, нам тебя так жалко, ты развелась, ты такая бедненькая, несчастная. А я смотрю на свою жизнь и думаю, да какая же я счастливая женщина. Блин, мой муж, конечно, за то, что он был в моей жизни. Конечно, если бы его не было, наверное, все бы сложилось по-другому. А так хоть посмотрела чудо света, благодаря своей депрессии, в которую я не хотела впасть после развода. Слушай, но если ты сейчас в Таиланде, то едьте в Сингапур и развод с души у вас снимет одной рукой. Одним мгновением. Ты сейчас в Таиланде, да? Нет, я уже вернулась в Таиланд. Сегодня вот мы записывали видео. Я вчера ездила на съемки, сегодня ездила на съемки. Здесь очень много, кстати, талантливых фотографов. А через завтра 8, 9 числа я пойду сниматься с очень известным фотографом. Он два дня назад снимал Боню, тоже здесь на Пхукете. И завтра он будет меня снимать. И у меня тут... Как жизнь налаживается. Да, знаешь, я вчера такая встала и думаю, как жить хорошо. Какая жизнь хорошая. И ты знаешь, мне тут дарят цветы, мамы. Иди сюда. Лена, посмотри быстро на маму. Лена, я посоверную работу, тебя причитаю. Покажи руки. Покажи руки. Убираю. Но я тоже в золоте. Я теперь тоже золотая мамуля. Ну что, с нами в Сингапур поедете? Лена, что реально не отмывается с рук. Я просто сижу вся в блестках. Ладно. Маша завидует. Честно? Да. Я очень бы хотела в Саиланде. Это было мое любимое место. Плен. Да. Ну ладно. Миллиардер не нужен, но мне давай миллиардера. Ну, где-нибудь по 90. Миллионера. Ой, миллионера. Миллионера. Он тебя носит? Он сразу умрет у тебя на руках. Мам, зачем? Меня волнули. Покажи. Покажи имущество нормально. Нормально. А? Что ты говоришь? Когда он умрет, можно забрать его имущество. Нормально? Боже мой, пожалуйста, люди, если вы понимаете наш юмор, то отнеситесь к этому нормально. Просто, может быть, кто-то не понимает и относится к этому всерьез. Сейчас мы не собираемся с Машей ехать в Сингапур за миллионерами. Мы собираемся ехать туда за миллиардерами. Правда. Да, вообще, Лена, ты такое настроение хорошее. Меня это очень радует. Выглядишь ты просто бомбически. Лена, ты очень похудела. Ты еще больше похудела, Ленок. Ты ничего не ешь, да? Нет, я просто на правильном питании сижу. У меня растут мышцы, попа, ноги, бицепсы, а живот, лицо худеет. Я тебя научу. Это очень хорошая диета. Ты можешь есть. Ну, сладкое нельзя. В общем, очень хорошая диета, когда все формы сохраняются, а лицо и живот худеет. Но вес ты не теряешь. Просто он переходит туда, куда нужно. Из живота в попу. О, вот у нас. Да, да. В общем, я открыла для себя такую диету, и мы с подругой на этой диете сидим. Она тоже худеет. Я тоже худею в лице. Прям я не могу. У меня, посмотри, скулы появились. Да. Это когда такое было? Лена все развалит. Я смотрю на скрин из проекта, Маш, ты не представляешь, я там потолстела на 11-10 килограммов, и у меня вот такие вот огромные щеки. А сейчас я смотрю на себя, вообще приятно. Я могу даже выходить без фильтров в Инстаграм. Ты понимаешь, Маш? Вот это вот диета. А я смотрю на нее. Ой, мама, кстати, смотрела вчера твой прямой эфир. Мне понравилось, Лена. Я всегда смотрела. Как раз ты рассказывала, чем волосы капать. Вот. Потом. Ну, хорошо очень. Я вчера прихожу с Валахова, говорю, мам, что ты делала? Она говорит, я готовила, смотрела Леночкину эфир. Она говорит, такая умиротворенная. В записи она смотрела. Вот, в записи. Да, Маша. А что ты вчера делала? Не расскажешь? Я вчера была у Малатова на тук-шоу. Лена, а вот что с этим? Давай подумаем. Что здесь? Что здесь? Это пустой конверт. Внимание! Так, это мой портрет! Я его сейчас повешу тебе. Лен! На стенку. Лена! Ну, я его давно не оставала. Они-то они забрали, наверное. Как забрали? Нет-нет-нет, вот это, вот это. Это кошка! Какая кошка? Мне надо, Маша, не показывай, она не доделана. Маша! Ёб, твою мать! Не показывай, ё! А вот это. Это Марина Африкантова! С сестиком! Ах, мы сейчас твой пакет быстро сберем. Может, ты же всё достанешь? У меня там грязные трусы! Ты зачем всё в магазине? Ты же оставила пища, считай, и пропали. Так, может, что надеть? Там ещё есть. Ты зачем вам анонсировалась? Кто у тебя платье-то забрал? Помнишь, говорила ещё, что... Ты у меня ливчик спёрла, а она платье забрала. Кто это был? Сейчас так же надену твоё платье. А, Дарик, это моё! И ты скажи обратное. Да, 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 скажи. Это моё платье, у меня квартира. Как успокоиться? У меня щёки болят от смеха. Блин, мне на меня тоже. Все ржут, конечно, над нами. У нас потому что так всё весело. Ой! Что-то куда ты понесла мою картину? Ну что там? Ну показывайте уж все трусы мои. А, слышишь, мама говорит, я щас тебя золотом обсыплю, твою картину, где ты меня нарисовала. Мама говорит, я щас тебя золотом обсыплю. Ой! А это как раз... Видишь, эти сережечки твои. Ой, да, всё. Давай, иди посыпь её золотом, мы повесим на картины. Ой. Ой, Маш, я так повернулась, у меня аж голова закружилась. У меня тоже. Лен, скажи, пожалуйста. Блин, я тоже хочу в Тай. Короче, всё. Картины, значит, рисуешь. Да, всё идёт щики-пики. Маш, здесь так красиво. Просто для души ты не представляешь. А какие здесь мужчины? Маш, да, я тебе похвалюсь. Какие здесь мужчины? Вот ты там сидишь в Москве. А мужчины все здесь сидят. И ждут. Говорят, когда Маша какно к нам приедет? Когда Маша какно к нам приедет? Ты не представляешь, Маша. Подожди, это купец, Лена. Это очень весная моя. Лена, а Маша, значит, смотри, она купила себе вот такую штучку, если брызгаешь, и вся в серебре или в золоте. Теперь подошла на пол. Так вот рукой потрогала, и вся в золоте машина. Маша на чё-то деньги тратила. Покупала эту штуку. Пошла на плавку полёска, и вся в золоте машина. Переводишь в бюджет наш. И Вова будет блестеть. И Вова будет ведь у нас золотой. Вова золотой. Чувачек золотой, Маша. Ой, боже, ты мой. Это крем для тела с блёстками от... Потому что мне правда нравится. Лен, у меня такое внешнестроение поднялось от твоих блёсток. Клянусь тебе. Ленок, ты понимаешь? Да. Мама говорит, ну, бля, как это ж. Блин, у меня сутками ремонт идёт, Лен. Я умираю просто. Это две цели. Да. Вот с утра до ночи я так... Уезжай, уезжай. Хватит сидеть в Москве. Уезжай, Маш. Лен, я правда поеду. Я поеду отдыхать. Я больше не могу сидеть. Есть, есть. Маша, ты посмотри, какой у меня загар. Ты просто должна посмотреть и ехать отдыхать. Ты глянь. Я как реклама, я как реклама Таиланда. Маша поедет в Таиланд и будет тебе там краски разводить. Мешать краски тебе. Мешать краски. Лен уже не может от себя. Че? Так, всё. Ой, я мурирую. Я пошла, Лен, я пошла мыться, потому что ко мне массажист приходит. Всё, я со всеми уже в эфире. Я тебя целую. Давай, Маш, давай. Всё, спасибо. Люблю, всех любим. Спасибо большое, что ты передала. Всё, давай. Давай, всех любим, всех целуем. Всё, подождите, я не могу выйти из эфира. А, всё, вышло.